На волне 101 и 4 ФМ К программам приходят другие, появляются новые задачи и способы их решения. Владеешь информацией, владеешь миром. Поэтому информация, прежде всего, и информация должна быть не обычной информацией, а именно интересной информацией. Помимо городских новостей, которые мы ежедневно даем, у нас появились и отдельные там и здоровые, и новости печати, и спортивный блок у нас появился на казахском и русском, те же деловые бизнес-новости. Это у нас появляется, насыщается, плюс мы же работаем с «Голосом России», они предлагают свои. Мы сделали упор, что контент мировых новостей, аналитических таких серьезных программ нам предоставляет «Голос России», а мы же стараемся закрыть именно местными новостями. Рассказывать новости – дело ответственное. На трубе его доверяют только профессионалам. Таким, к примеру, как Майя Ибраева, которая с юности уверенно шла к своей мечте – стать радиоведущей. Любовь к радиостанции началась с радиостанции, которая у нас была в городе, одной из первых, на которой сейчас нет. Я любила всех ведущих, которые там были. На «Октоберадио» я «Октоберадио» тоже слушала тогда, я помню, в 2002-2004 году здесь был рок-формат. Мне очень нравились тоже многие ведущие, особенно это был Мараджу Мабаев, Смирнов здесь был, Владимир, ну и многие другие. За плечами у девушки 10-летний стаж. Пройден путь от музыкального ведущего развлекательного формата к более серьезному – информационному. Теперь о событиях в нашем городе вам рассказывает ее приятный голос в выпусках на русском языке. Рядом за пультом коллега из службы информации казахской редакции Жанар Датказе. Коллектив на радио небольшой, всего 20 человек. Половина из них – та самая творческая команда, которая уверенно ведет радийный кораблик по эфирным волнам под руководством главного штурмана. И, следуя традиции, каждый год в свой день рождения «Октоберадио» раздает подарки. Завершен специальный проект под названием «Соло на трубе», уже подведены итоги и состоялось торжественное награждение победителей. И уже дан старт новому праздничному шоу. Мы достали старые свои из Агашника анонсы, программы. У нас куча программ, как выяснилось, было за это время. И эти анонсы, например, каждый четверг и пятницу такая-то программа. А вот название программы мы запикали и назвали эту программу «Программа ПИ». То есть по вот этому контексту анонса надо определить, что это за программа. То есть можно просто вспомнить, когда она выходила и определить название. В общем, жизнь на радио кипит, несмотря на окружающие здесь уютную домашнюю обстановку. Сотрудники мечтают и строят планы. Я недавно поняла, что журналистика – это интересно. Это была моя мечта, когда я начала этим заниматься, я немного разочаровалась. Мне не понравилось. Но сейчас, буквально последние полгода, я начала понимать вкус журналистики. Я хочу в этом плане развиваться, стать все сильнее. Ответственные руководители загадывают на перспективу. И искренне надеются, что радио нашего города останется и впредь самой любимой радиостанцией. Мы остаемся развлекательными. Те же конкурсы, те же подарки, те же песни – все это остается. Просто это более насыщенно. Если раньше, как когда-то было, например, полчаса – это просто музыки. Сейчас это информация, это конкурсы, это подарки, это хорошее настроение. Оставайтесь с нами, а мы надеемся, что мы вас заинтересуем.